привет друзья вы видели это видео помните какая там была красивая вкусная корейка так пришло время ее сегодня приготовить что нам для этого нужно у меня здесь прекрасный кусок мяса здесь среднем у меня килограмм для того чтобы ее посолить нам нужно 2 процента соли мы кстати и будем готовить с вами варенокопченую если бы я ее собирался бы сделать сыровяленую то конечно до соли процент увеличился но мы об этом поговорим в других видео когда будем готовить именно сыровяленые то подобные вещи сегодня мы будем говорить о варенокопченом 2 процента вполне достаточно 10 грамм мы возьмем обычной морской соли или же каменной соли такая какая у вас есть обычную пищевую соль лучше не берите все-таки используйте соль которая нужна для посола 10 грамм это у нас с вами соленая нитритная смесь здесь процент соотношение нитрита натрия 0 5-0 6 процента нам понадобится 1 процент сахара я беру как обычно коричневый сахар тростниковый пол чайной ложки молотого кориандра здесь у меня в среднем 3-4 зубца чеснока и в как видите я его просто порезал я бросаю уже сразу сюда в мясо полная чайная ложка сладкой паприки не полная чайная ложка черного перца этого достаточно вот мы с вами делаем такую посолочную смесь паприка дал такой прекрасный аромат и все это делаем мы с вами покрываем для куска такой вот толщины нам нет необходимости его спринцевать раствором нитритной натриевой смеси массируйте его нещадно так чтобы соль хорошенечко к нему прилипла мы с вами его засолили теперь закрываем его пленочкой ставите сегодняшнее число для того чтобы вы знали сколько дней она будет стоять в холодильнике чтобы она скажем так не стояла лишнего или не до стояла мы будем держать его в холодильнике трое суток каждый день открывайте холодильник и мясо переворачивайте массируйте понятно так чтобы кусок у вас равномерно просолил и так прошло у нас три дня вот посмотрите что у нас с вами получилось очень хорошо промариновалась наша корейка наше будущее ветчина ведь она к плотно это говорит о том что в принципе соль проникла вовнутрь теперь следующий этап давайте его быть я освежил свою форму смыл с нее остатки маринада соли но сам бекон не стал мыть водой я не люблю мыть бекон в воде это слишком просто слишком примитивно мы с вами сегодня будем готовить нашу корейку в мексиканском стиле я ее изначально начал уже мариновать в мексиканском стиле мы добавили с вами много паприки добавили много чеснока вот этот тот самый скажем так стартовый капитал аромата мексики чтобы продолжить мексиканскую тему я буду использовать кукурузное пиво вот сейчас мы моем остатки соли именно этим пивом у него особый вкус давайте выльем все многие конечно меня сейчас ругают мужчины скажет ты что такое дорогущее пиво гореть тебе воду ну что ж поделаешь ребята вкусные вещи они как говорится требуют затрат вот сейчас мы с вами смоем остатки соли остатки маринада и будем дальше ее скажем так мариновать это только начало сильно так прям уже не мойте вот смылим сверху скажем так с поверхности предыдущий маринад остатки соли и этого достаточно потому что мы все-таки с вами его не кололи нитритной солью и поэтому у нас он будет с вами достаточно малосольный я намеренно делаю наши продукты и наши колбаски не сильно соленые потому что соль в любом случае вредна для человеческого организма а если у вас есть дома детишки и вы хотите накормить их вкусным продуктом то конечно старайтесь максимально исключить содержание соли в продукте учитывая что у нас корейка будет варена копченая я могу себе позволить не высокое количество соли пока наша кореечка отдыхает давайте подготовим специи сейчас я вам покажу как можно сделать в домашних условиях вкуснейший набор специй для мексиканских блюд мы будем использовать только сушеные специи именно сушеные специи и травы дают тот самый концентрированный аромат свежих трав мы не будем использовать начинаем вот это у меня сушеный лук 3 столовых ложки именно на основе сухого лука и сухого чеснока у нас получается тот самый оригинальный мексиканский вкус 2 полных столовых ложки сухого чеснока видите его посушил достаточно крупными кусочками поэтому я немножко помельчу для того чтобы он смотрелся более привлекательно на нашем мясе сладкая паприка полная столовая ложка сухой базилик полная столовая ложка пол чайной ложечки перца чили в среднем полная чайная ложка зерен кориандра черный перец чайная ложка зира чайная ложка именно на основе зиры мы получаем тот самый мексиканский вкус на основе зиры мы с вами делаем плов восток это наша тема мельчим стубочки и изумительно вот та самая мексика прекрасно следующий момент обратите внимание вот у меня здесь сушеный болгарский перец зеленый и красный я также его сушу самостоятельно 2 столовых ложки зеленого перца и 2 столовых ложки красного перца конечно у меня специи получится достаточно много я его просто оставлю на будущее эти крупные кусочки я немножечко помельчу использование сухого болгарского перца это очень и очень хорошо потому что у него тоже свой аромат вы не можете все заменить перцем чили все сюда какая прелесть я сейчас понюхаю да это тот самый баланс мексиканского блюда последний штрих мы возьмем немножко цедру лимуэрла вот эту цедру буду использовать для нашего мяса вот для того чтобы его покрыть выдавляем сок лимона неполная ложка столовая коричневого сахара покрываем мясо мясо у нас с вами сейчас влажное к нему очень хорошо все должно прилипнуть это то что нам нужно сухие травы они раскроются благодаря пиву и лимонному сок специи не жалеете чем больше специй тем вкуснее нам необходимо мясо связать веревочкой и повесить на крючок сушиться на два дня придайте ему красивую форму и подвязывайте мяско мы связали покрыли специями теперь отправляем сушиться двое суток мы его таким вот образом мы его должны его подсушить для чего это необходимо нам нужно чтобы наша будущая корейка подсохла как бы стянулась это первый момент второй момент нам необходимо чтобы нитрит натрия про реагировал с белком мясо и вкус у нашей будущей корейки был правильный тот самый беконный вкус у нас прошло с вами два дня посмотрите какой замечательный у нас с вами кусочек мятка получился вот он подсох достаточно плотный красивенький я хочу вас предупредить ни в коем случае вот такой посол не нужно делать сыровялены вы можете заболеть это вы все очень опасно только от 3 процентов допустимо сыровял и 4 процента например сало нужно солить при 4 процентах соли от веса мяса поэтому при 2 процентах соли от одного килограмма необходимо производить термическую обработку после того как наше мясо приготовиться все соки из него выйдут в этот мешок после этого момента ни в коем случае его нельзя открывать нужно добиться того чтобы мясо опять вернулось комнатной температуре мышцы скажем так которые напряглись внутри мяса и выдавили весь сок они отпустят они расслабятся и весь сок обратно втянется в мясо после того как мясо остынет до комнатной температуры мы должны его опять повесить и подсушить так чтобы поверхность была сухая и после того как он повесит течение пяти шести часов вы можете использовать опять же вентилятор для того чтобы его подсушить мы начнем его коптить каким образом убедиться что в вашем куске мясо 70 градусов термометр вот это у меня 25 градусов комнатной температуры 70 градусов я выставил необходимую температуру для меня как только температура в куске мяса дойдет до 70 градусов он не даст сигнал вот смотрите берете щуп и втыкаете прямо в центр куска мяса загоняете вот туда вот так включайте свою духовку на 50 градусов мы сейчас будем его разогревать в течение одного часа духовку включайте без вентилятора нам не нужно чтобы наше мясо очень быстро погрелось она должна очень спокойно и постепенно прогреваться среднем температура где-то у нас готовки займет три три с половиной часа ставлю мясо вот на нижние где-то на середину закрыли все ну вот друзья прошел еще один час в итоге 4 часа 70 градусов вытаскиваем для того чтобы продолжить работать с вашей ветчиной будущий нам нужно ее охладить до комнатной температуры щуп не вытаскивайте потому что в настоящий момент мышцы мяса сжаты и они отдают свои соки поэтому мы давайте предотвратим скажем так потерю сочности нашего мяса наш бекон остыл давайте его откроем посмотрим нереальный аромат у меня сейчас вечер и я оставляю наше мясо на всю ночь завтра утром я его положу к птице ну вот друзья прошла ночь наша мяско подсохла вот так она выглядит у нас такая вот красотуля невероятный аромат пришло время коптить когда вы купите такой вот дымогенератор по своему опыту могу сказать следующее что нужно очень хорошо в самом начале разжечь так чтобы вот эта колясочка сразу горела без остановки потому что бывает если плохо разожжешь ее самом начале то она может допустим где-то в середине остановиться как я уже говорил ранее но если вы не смотрели то такой коляски в принципе хватает на 8 10 часов где-то так вот ложим все готово вот чем мне нравится эта коптилка ребята что вот я получаю холодное копчение замечательный вкус продукт не перекопченный и при этом мне не нужно совершенно заниматься никакими дровами никакой щепой что-то там разжигать следить я вот его поставил и забыл на десять часов и пойду заниматься своими делами замечательная конструкция простая но будет стоить каких-то может быть 50 60 евро я не знаю сколько это у нас получается в рублях но недорого но так эта вещь будет вам служить годы наше мясо готово но вот посмотрите полностью вся коляска прогорела в итоге она у меня работала выдавала дымок течение 10 часов и так процесс копчения завершён в итоге я коптил 10 часов по сути мы можем его кушать но конечно и как уже предыдущих видео я вам рекомендовал дождитесь самого лучшего момента что нужно сейчас сделать давайте так вот вот берем вот наш кусочек мяска заворачиваем пергаментную бумагу и отправляем холодильник еще минимум на 12 часов то есть нам нужно добиться того чтобы дым вот этот вкус концентрированный специи дыма в конце концов окончательно проник в ткани мяса так чтобы мы получили максимальный вкус но смотрим посмотрите какое чудо просто красота нарезаем очень тоненько замечательная ветчина получилось но давайте будем попробуем великолепно просто волшебный вкус соль вот золотая нить просто золотая середина не пересоленный но и не пресный изумительно вы знаете дымок до такой степени нежно и равномерно проник в ткани мяса получилось просто нежненько такая прям нежненько-внежненько ароматы специи вот эти мексиканские они дали тоже свой интересный аромат это что-то такое новенькое интересное давайте теперь приготовим завтрак хороший вкусный завтрак для наших любимых а вот такой вот замечательный завтрак мужчины готовьте такие прекрасные вкусняшки для своих любимых надеюсь что сегодняшнее видео вам тоже было интересно полезно почему-то научились жду вас следующий раз подписывайтесь на наш канал ставьте лайк пишите комментарии ну пока